Российские атлеты до 16 декабря 2022 года будут выступать на крупных международных турнирах в нейтральном статусе. Первый календарный чемпионат мира в 2021 году стартует уже в среду. В Египте за титул чемпионов поборются мужские гандбольные команды. Российская сборная будет соревноваться под названием Команда Федерации Гандбола России, Русиан Антбел Федератион Тиан. Вместо национального флага будут использовать флаг ФГР, Федерация Гандбола России, белые полотнища с логотипом организации, без надписей. Что касается гимна, то россияне могут выбрать любое подходящее музыкальное сопровождение, в том числе ассоциирующееся с нашей страной. Но музыка должна быть согласована Олимпийским комитетом России, ОКР, с Международным Олимпийским комитетом. МОК. Гандболистам запрещено использовать российскую символику не только на спортивных аренах, но и в официальном отеле турнира. По словам генерального директора ФГР Льва Воронина, носить форму с национальной символикой спортсменам нельзя даже находясь в своих номерах. Следующий по срокам чемпионат мира пройдет 29-31 января в Германии, медали разыграют саночники. Международная федерация санного спорта, ФИЛЬ, еще в понедельник должна была определиться с названием, музыкальным сопровождением и флагом сборной России. Но пока решение не объявлено. Международная федерация бобслея и скелетона, ИПСФ, свой вердикт вынесла более оперативно. Мировое первенство пройдет 5-14 февраля в немецком Альтенберге, но уже известно, что россияне выступят на турнире с флагом, на котором будет изображен логотип федерации бобслея России. В случае наших побед на церемониях награждение будет играть гимн ИПСФ. Российская команда будет обозначаться как БФР, бобслейк федерационов Руссия, дизайн соревновательных комбинезонов утверждается в Международной Федерации. На опыт гандболистов и саночников будет опираться Международный союз конькобежцев, ИСУ. Союз конькобежцев России, СКР, уже отправил в ИСУ заявку с макетом формы и флагом, но окончательное решение Международная Федерация пока не вынесла. Планируется, что, как и сборная в других видах спорта, конькобежцы будут соревноваться под белым флагом с эмблемой СКР, а вручение медалей предложили проводить под гимн Международной Федерации. Чемпионат мира по конькобежному спорту пройдет с 11 по 14 февраля в нидерландском Херенвине. Немного отличается концепция россиян на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Турнир пройдет 22 февраля 7 марта в Германии. Сборная России по лыжным гонкам, двоеборью и прыжкам с трамплина могут выйти на старты под флагом и с гимном Международной Федерации лыжного спорта, ФИС.